Пение – это сложный биомеханизм звукообразования, который складывается из множества деталей и процессов в организме. Первый – установка гортани, второй – выдох, третий – смыкание истинных голосовых связок, четвертый – координирование движения хрящей гортани, пятый – положение артикуляционных органов, шестой – прохождение звука по системе резонаторов, седьмой – слуховой и вибрационный анализ собственного голоса. Первое – установка гортани. Известно, что голосовые связки находятся на уровне щитовидного хряща, а пространство, где проходит воздух между голосовыми связками, называется голосовая щель. В гортани на уровне голосовой щели формируется первичный звук певца, а значит он несет с собой все свойства звука – частоту, высоту, силу, громкость, исходный тембр, основной тон и последующие обертоны. Этот факт имеет большое значение для определения положения гортани, так как от ее положения зависит и положение голосовых связок, следовательно, расстояние от голосовых связок до места выхода в наружное пространство. Опуская или поднимая гортань, мы определяем длину надставной трубки – ротоглоточный канал. Длина же надставной трубки определяет оформление исходного тембра и удобство при пении. Физиология каждого человека уникальна, как уникальна и строение голосового аппарата. Но существуют определенные сходства строения и соответствующего им качества звука, по которым мы можем определить тип голоса – бас, баритон, тенор, мецосопрано, сопрано. Для всех типов голоса характерно общее наличие определенной закономерности длин голосовых связок и длин надставных трубок в пении. Физиологическая длина голосовых связок относится к длине надставной трубки при пении как 1 к 10. Я приведу сравнительные величины средних длин голосовых связок и надставных трубок у разных типов голосов. Бас. Длина голосовых связок 2,4-2,5 см. Длина надставной трубки 23,3-25 см. Баритон. Длина голосовых связок 2,2-2,4 см. Длина надставной трубки 21,5-24 см. Тенор. Длина голосовых связок 1,8-2,2 см. Длина надставной трубки 19-22 см. Мецосопрано. Длина голосовых связок 1,8-2,1 см. Длина надставной трубки 16,7-18,3 см. Таким образом, у профессионального певца при пении длина голосовых связок всегда в 10 раз меньше, чем длина ротоглоточного канала, надставной трубки. Следует, конечно же, учитывать незначительные изменения длины голосовых связок при изменении высоты пения, при этом надставная трубка остается постоянной. Такая пропорция достигается именно благодаря правильному положению гортани. Зная свой тип голоса, можно грубо установить гортань на уровне определенного шейного позвонка, то есть двигать гортань вверх или вниз до тех пор, чтобы щитовидный хрящ оказался напротив нужного для данного типа голоса позвонка.